И еще один вопрос по поводу своей профессиональной деятельности. Я 19 лет работаю в военной организации. Ну вот так, а у вас такая природа просто. То есть все так, как надо, да? Вас муж чем занимается? Мне нет, мы же разошлись с ним. А чем он занимался? Он чуть-чуть был в армии. Он тоже, такой же, как вы. То есть это, потому что просто как-то в последнее время так складываются обстоятельства на работе. И у меня такое впечатление, что вот как будто меня уже оттуда выталкивает. А куда вы хотите устроиться? Я вот не знаю, как, куда, чем заниматься. Государственные структуры какие-то, управление, помощь, управление, участие, участие в управлении какой-то организации. Какая у вас должность там военная? Я в научной сфере. Ну вот в научной, значит, в государственной сфере какой-то помощь какая-то. Но это, по сути, сейчас есть государственная. Ну вот вы и государственный работник, у вас такая специальность. Поняла. Благодарю. Женщины все устают от работы. Все до одной. Причина усталости не та среда. Для женщины деловая среда – это не ее среда обитания. Это как рыбе на суше тяжело. Женщины все устают от этого на работе. Ну, работать надо, если то надо, значит, надо продолжать. Но больше стараться быть на природе, наполняться надо. С женщинами больше контактируют. Может, в клуб «Благость» записаться, ходить, чтобы там женское общение иметь. Как-то любовь, вот эту заботу. Я в клубе «Благость». В клубе, да? Ну вот, хорошо. Вот это надо компенсировать все этими вещами. Ну и работать, продолжать. Ну, если вам хочется, ну, какая-то поблагостнее организация, ну, тогда ищите. Это тоже нормально по вашей судьбе. Вы можете найти какую-то другую работу.